Письма. Я записываю письма от себя к своей маме, от моей мамы ко мне. Мне так жаль тебя, Наташенька. Твоя любимая мамочка не знала, зачем она принесла тебя в этот мир. Ты, наверное, чувствовала себя ненужной, одинокой, потерянной. Страшно тебе было. Ты выживала, выкарабкивалась, цеплялась за свою маму, пытающуюся заслужить любовь любой ценой, безразличную, невидящую маму. Она не видела тебя, как сокровище, как милое мягкое создание, способное на абсолютную любовь. Не видела ту, которая единственная могла абсолютно бесконечно, несмотря ни на что, любить. И любить тебя всегда. Она сгоняла на первого человека, которая ее полюбила. Всю свою горечь и обиду и ненависть. И месть тем, кто ранил ее. И тебя ранила мама, которую ты любила абсолютно. И которая тебя жестоко предала. Мне жаль тебя, мама. Ты не получила абсолютную любовь. Она была необязательна. Ты могла жить без нее. Но это была твоя единственная возможность получить абсолютную, неограниченную любовь родителя к родителю. И вместо этого ты повторила то, что сделали с тобой. И потеряла шанс на эту любовь. А сейчас, мама, у тебя нет любви родителей, любви к родителям, к себе и к дочери, и от дочери. Нет всей той близости, тепла и мягкости, которые вы могли прожить друг для друга. И для вас обоих этот темный и враждебный мир превратился бы в мир изобилия, принятия и покоя. Но этого не случилось. Вы не проживете радость матери за успехи дочери. Не проживете доброе беспокойство. Учением матери видеть и изучать свою дочь, как она есть, через ее желания. Учиться любить ее так, как хорошо ей, укрепляя с ней отношения. Совершенствоваться через материнство, как человек, как человечица. Обрести новый мир, общий для тебя и ребенка. Прожить еще раз заново эту жизнь через свою ребенку. Прожить заново рождение, становление, первые опыты, свежий взгляд на жизнь. Если не получила безусловную, необязательную любовь от родителей, а от родителей она необязательная. Родители могут выбрать, давать ее или нет. Со стороны ребенка это всегда обязательная любовь. Получить безусловно обязательную детскую любовь, единственную возможную, такую в твоей жизни. И получить навсегда любящую тебя девочку, навсегда преданную. У нее не будет никогда другой мамы. Ты получила такую возможность со своей дочерью, а она с тобой. Это была большая удача и совпадение. Но ты ее не использовала. Ты могла бы получить восторженный взгляд, уважение, чувствовать себя самой важной в чьей-то жизни. Ты такая, потому что мама. И только если позволила этому быть. Ты приобретаешь самого верного спутника в жизни. Ты ухаживаешь за новыми веточками своего дерева. Радуясь уязвимости, искренности, обретаешь продолжение и бессмертие. Как жаль, мама, что у меня с тобой всего этого нет. Не было, не создалось. Это такое большое опущение и наша общая неудача. Что так грустно сошлось. Что ты родилась у перекрытых эмоционально родителей. Не получила сама своей порции, необходимой для развития и любви. Чувствующего человека. Не получила своего заряда, который ты могла бы передать своим детям и окружающей жизни. Мне так жаль, мамочка. Ты моя родная. Мне очень жаль тебя. За твою бедную жизнь. За твою обиду. За скудность чувств. Чтобы понять причины. Я только вижу твой навсегда застывший взгляд испуганной девочки, не понимающей, за что с ней так обошлись самые близкие люди и родители. Ты так и жила с этим взглядом, испуганным, всю твою жизнь. С этим горьким вопросом без ответа ты прожила всю жизнь. И так же, как не получила ответа от родителей, отчаявшись получить его у других, у жизни, у себя. Мне очень жаль тебя. Трехлетняя моя удивленная, такая сосредоточенная, грустная девочка без чувств. Но с вагоном, разрывающей на клочки боли, ненависти, мести, несправедливости. И для тебя это очевидная правда. Мне очень жаль, мама, что это так. Я так люблю тебя. Я так хотела бы для тебя хороших, добрых родителей. Изобилующий теплом жизни. Ты достойна, знай. Ты была достойна. Ты не виновата. Ты не должна была винить себя, что это из-за тебя. Из-за твоей недостойности. Ты была самая хорошая, мягкая, любящая девочка. Красивенькая, прекрасная, очень умная. Ты и никакая другая девочка не заслужила таких ужасов, чтобы бояться собственных чувств, уязвимости, своей правды, сути и жизни. Мне очень жаль, мамочка. Прости меня. Ты должна получить извинения за всю свою нестерпимую боль, из-за которой ты отключила все чувства и посвятила всю свою жизнь вместе. Но не тому, кто навредил тебе, но единственным людям, которые, безусловно, тебя любят и будут любить всегда и любую. Твоим маленьким дочерям. Благодарю тебя за то, что ты у меня есть. Я люблю тебя, такую, как ты у меня есть. Даже если я не могу с тобой общаться. Это предложение Опа-нафону. Я так хотела встретиться с тобой по-настоящему, хоть раз. Быть в твоих объятиях, быть для тебя особенной. И чтобы ты была моей единственной. Но мы не смогли, мама. Это такое чудовищное упущение на всю жизнь, которое нельзя повернуть вспять. Единственное, что мы можем сделать, это любить друг друга хотя бы сейчас. И если даже ты по-прежнему не считаешь меня своей дочерью и не любишь меня, я могу односторонне начать любить тебя сама. Мне так жаль, мама, за наши жизни, которые мы жили друг без друга. Как мы не встретились. Эти впустую проведенные без любви жизни. Я бы хотела исправить это с этого момента. Я люблю тебя, мамочка. Пусть я никогда не смогу с тобой общаться. Твоя всегда была. Есть и буду. Твоя доченька. Ещё одно письмо. Ещё одно письмо. Мама. Мамочка, я всегда хотела быть с тобой. Хотела прижаться сильно, обняться с тобой. И чтобы ты обняла меня сильно-сильно, поддерживая, поцеловала меня хоть раз. Но я не вижу тебя, делающей это. Я даже не могу это представить. И я не знаю, к сожалению, как это. Мне так жаль, что в тебе нет мягкости, чувств, тепла, в которых я так нуждалась от тебя. Мне очень жаль, что в тебе этого нет и никогда не было. Что ты просто не такая. Ты такая, какая ты есть. Мне очень жаль, мамочка. Прости меня. Ты не виновата. Ты была маленькой девочкой. Ты была не виновата, что росла в зверинце. И выросла озлобленной, запуганной зверушкой. И сошлась с таким же запуганным зверьком, но с большим членом. И так вышло, что у вас родилась я и моя сестричка. Мне очень жаль, что вам нечем было нас выращивать. Без чувств, без совести, с большой болью и дырой в душе. Невозможно растить детей. Получается только использовать их бессовестно и цинично. И проигрывать на автомате, нанесенные родителями тебе травмы. Мама, мне очень жаль, что так получилось. Что ты такая. И папа подошел такой же. И что вы оба без чувств, без совести, только цинично произвели на свет двух маленьких девочек, которые нуждались в любви, вашей близости. И так же бесконечно, как эти девочки хотели вашей близости, так же бесконечно вы могли использовать это. И это, что вы и могли сделать, и делали. Я так нуждалась и нуждаюсь в тебе, твоей ласке. Но даже смотря на тебя, я, к сожалению, понимаю, что ей неоткуда появиться, потому что ее просто нет. Ты не знаешь, что это. И я понимаю, смотря тебе в глаза, что даже желать ласки от тебя нет смысла. И получается, нет смысла любить и жить, и надеяться. Я всю жизнь боролась за твою любовь, потому что ты расстраивала мои чувства, расстраивала мои чувства, чтобы выманить нужное тебе. И я все надеялась получить. Получилось, что всю жизнь выматывалась на максимум, надеялась получить то, что не существовало. Пока я не устала. Наверное, важно разделить между тем, чего я всегда хотела, теплой мамой, и то, что имела. Маму с психопатией, способной только имитировать чувства, манипулировать, которую развлекает детская боль, и которая ткнет куда может побольнее. Я даже не могу представить себе маму, выражающую тепло. Это иногда были клоуничания, которые обозначали, что у тебя сейчас хорошее настроение. И это максимум. Это был твой характер. Все остальное, это было просто монстр. Мне очень жаль, мама, что я даже не могу представить от тебя тепло, что у тебя его нет совсем. Прости меня и тех, кто тебя так воспитал. Насколько это несправедливо, что тебя лишили нормальной жизни на всю жизнь. Лишили личности. Ты была маленькой, хорошей девочкой, желающей своей родителей, так же, как и я сейчас, и когда я была маленькой. Тепла, заботы, воспитания. А выросшая в жестоких... с жестоким психически больным дедом. А родители твои даже не хотели тебя вообще воспитывать. Мне так жаль, мама. Это так несправедливо, это так больно. Я очень тебе сочувствую. Мне так жаль, что ты не стала той прекрасной девочкой, которой тебе было суждено стать, которой ты была рождена и была предназначена быть. Это так несправедливо. Я так сожалею, мама. Прости, прости за эту боль. Прости за это чудовищное разочарование и боль, в которой тебя вырастили. Мне так больно за тебя. Прости, мама. Мне больно, что тебя не позволили вырасти в нормального человека и лишили меня мамы с личностью. Мне очень жаль, мамочка. Никто не виноват. Все было, как было. Как люди смогли быть в той боли, что они были в тех лишениях и холокосте, который пережил дед. И холокост в семье психопатов. Моя бабушка. Мне очень больно, что все так произошло. Мне так жаль покалеченных жизней моей, моей сестрички, твоей, твоих родителей, родителей твоих родителей и твоих дедов. Мне так жаль за весь этот ужас, произошедший с нашей семьей. Я сочувствую людям, которые прозвели меня, их родителям и делали и делам за ужасы уничтожения, которые им пришлось пережить, продать от страха свою душу, приспособиться под восхищение убийцам, чтобы выжить. Обо всем этом вы рассказывали своим детям, когда насиловали и уничтожали их. А мои родители передали этот рассказ точно в точку, насилуя меня и мою сестричку и забирая наши жизни. Вы рассказали нам, какой мир жестокий, бесшалостный и уязвимым, какой мир похотливый, циничный и садистский. Вы нам поведали об этом с самого рождения. Так хорошо вы это рассказали. И что это все, что вы нам рассказали вообще. Так вы нам показали, что зависимых от себя приобретаешь, чтобы иметь бесплатных, беззащитных, полностью зависимых от тебя рабов, а точнее, маленьких секс-рабынь. И можно пользоваться их зависимостью от тебя. насиловать и еще требовать восхищения и радоваться своей сообразительности и деловитости и удачной охоте. Я вас услышала. Ваша жизнь была страхом, ужасом, войной, борьбой и уничтожением. Вы показали это мне, уничтожая и борясь со мной с самого рождения. Жизнь не способна принять тебя, как ты есть. Да и сама ты есть чудовище. Твоя судьба притворяться, только чтобы не заметили и не вычислили и не уничтожили. Поэтому веди себя, как все и не выделяйся. А то позор и уничтожение. Сказала мама, я строю свой род в строй. Вы что, совсем уже оборзели от ужаса и унижения, потеряли человеческий облик, уничтожать своих бедных маленьких детей, какими были мои бедные родители. Ну и мой род отвечает мне, мы сами тоже были несчастными и мы озверели, чтобы выживать. Ты не знаешь, мы интеллигентные умные люди. Но нам же не дали так просто жить. И наши предки, и жизнь нашим предкам и нам добавила. Разве бы мы сделали так? Мы, как и все, хотели счастья, хотели тепла, любви, но мы не справились с тем уровнем ужасов, которые упали на наши семьи, на наш народ и земли, в которых мы жили. мы хотели воспитывать наших детей в любви и заботе. Мы ухаживали за ними, кормили, одевали, лечили, чтобы они выжили и не умерли. А тепла в этой мясорубке мы растерялись и боялись. И боялись, боялись показаться слабыми. Надо было защищаться и скрывать страх и настоящие чувства и намерения. легко быть добрым, когда живешь в изобилии и любви и защищена. А попробуй быть доброй в бойне и попробуй в бойне, которую мы уже несли в себе растить детей. Вот и выросло, что выросло. Прости. Мы не хотели уничтожать твоих родителей. Мы не специально. В бойне мы не заметили чувств людей вокруг и своих детей. Мы не хотели быть психопатами без чувств. Ты думаешь, это приятно жить с дырой в груди? Не понимать вообще, зачем находишься здесь, между землей и небом. Мы просто застряли. От боли возможно и хотелось не быть. Да ты и сама чувствуешь эту боль. Она продолжает жить и в тебе. Мы тебе ее передали по роду. Да. над тебя с сестрой уже накопилось столько боли, что невозможно было жить. До вас уже не дошло совсем нисколько любви и тепла. Так мало, что вы уже не смогли выжить. Простите. Мы не специально. Мы просто жили и выживали в бойне. Нам очень жаль. Простите. Мы не хотели. Нам надо было как-то выкарабкиваться. А потом уже что знали, что умели. Простите. Как жаль. Вы всего лишь наши праправмочки, маленькие девочки. Даже если бы мы увидели вас, мы бы не увидели ни вас, ни вашей боли. Как ваши деды вас не видели тоже. Мы все не были свободны что-то видеть от горя, боли, злости и лишений и унижений. Простите. Мы не имели в виду. Мы просто не способны были вас видеть. Ваших дедов, наших детей. Мы морально банкроты. У нас не было ничего. Для вас не осталось ни слезинки, ни одной теплой слезинки, ни одного движения сердца. Только функции выживания заполнили все. Мы не хотели такого для наших потомков. Но при падении из самолета родитель должен позаботиться в первую очередь о себе. Если бы нас убили, нас не было и вообще бы не было ни ваших родителей, ни вас. Мы на таком уровне выживали просто чтобы так как-то остаться, зацепиться. вот так и цепляются поколения наших потомков. Вот так и вы цеплялись. Ты цеплялась. Твоя сестра была нежной и слабенькой и она ушла. Мы ценим и благодарим вас за то, что вы есть и были, за то, что как-то выживали в том ужасе, что мы вам приготовили в той бойне, в которой вы росли. Мы передали вам бойню, выживание, ужасы. Это все, что у нас было. Мы любим вас. Вы наши. Мы хотели для вас лучшей жизни, но сами не могли дать ничего, кроме ужаса и садизма. И это то, что дали. Простите, простите, мы вас любим, но жизнь такая, как она есть. дождь. У меня ... Ах... ... ... ... ... ...